Как вот 30 гривен тренировок, одно дно. Как найти нормального тренера, вот это самый сложный вопрос. Крис Херия очень интересный человек. Фармакология это инструмент. Сами по себе соревнования, это просто для молодых горячих, которые хотят помериться писками. Сразу очевидно, что тренер хочет на вас нажиться. Хейтеры начнут тренеры писать. Приветствую, друзья, вы на канале GymFitInfo, я ее ведущий Александр Шарко. Сегодня у нас экспериментальный выпуск. Сегодня будет не только интересно, но самое главное полезно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Друзья, у нас сегодня в гостях человек, за плечами которого огромное количество достижений. Спортсмен, бизнесмен Артур Деркач, он же Nine Zero. Всем привет, ребята. Мне 29 лет, родился и вырос в Харькове. В 2007 году я пошел в тренажерный зал. Знаний, конечно же, особо у меня не было. Потому что тогда интернет не работал так хорошо, как сейчас. И все могли тренироваться только по слухам. Один сказал, второй сделал. Любые спортивные добавки расценивались как фармакология. Что, конечно же, усложняло скорость прогресса. Соответственно, ту информацию, которую я хочу вам дать сегодня, она будет связана с тренажерным залом, но еще с более интересными аспектами. Я не буду много рассказывать о своих достижениях. Если вам будет интересно, вы можете посмотреть полный их перечень по ссылочке на мой пост в инстаграме. Кстати, у меня сейчас только 80 подписчиков, потому что я начал новый профиль. Поэтому переходите, я буду вам очень признателен. Если из самых основных тезисов, я являюсь рекордсменом мира и Украины по строгому подъему на бисепс. У меня есть 4 звания мастера спорта в двухисовых категориях по жиму, по пауэрлифтингу. Мастер спорта международного класса по жиму, лежа. Ну, достижения достижениями. Сегодня мы поговорим о более интересных вещах, о том, как развиваться в фитнес-индустрии, какие подводные камни вы можете поймать, если станете на этот путь, и о многом другом интересном. Артур, я считал у тебя в инстаграме под постом, что ты писал, что весь путь, который ты начинал, ты делал сам, тебе никто не помогал. Ты сам добивался успехов. Расскажи, как это произошло, почему ты вообще решил заняться спортом и к чему это привело? Конечно же, хотелось стать сильнее, думаю, как и каждому из вас. Поэтому я пошел в тренажерный зал и начал делать все подряд, 3 раза в неделю, по 15 упражнений. И это происходило примерно года 2. Потом я понял, что прогресса почти никакого нет. Там у меня есть мои фотографии в инстаграме, где я уже якобы занимаюсь 2 года. Сижу такой с бутылкой пива, рука вот такая. И понимаю, что надо что-то менять. И, соответственно, я уже начал общаться с людьми. Помню, был тренер, написал мне мою первую программу. Она была одинаковая на каждый день тренировки. Просто вот я занимался по ней полгода. И начал использовать первый секретный допинг в виде креатина. И тогда я набрал до 80 килограмм. Но еще четкого восприятия, кем я хочу быть, у меня не было. Позже, в 2011 году, я уже был номинирован на кандидата на обложку журнала Men's Health. Но, к сожалению, не вышло. В 2012 году я уже принял решение первый раз выступить по бодибилдингу. Это вообще очень интересная тема, потому что тогда меня первый раз чуть не убили рекомендации очень крутых людей. Потому что первые мои рекомендации были от текущего президента одной из Харьковских федераций по бодибилдингу. Когда он мне прописал такие дозировки, что в моей гормональной системе была просто жопа. Чтобы ты понимал, я тогда весил на 25 килограмм меньше, чем сейчас. Но дозировки были в три раза выше. И причем с таких препаратов, которые очень оказывали пагубное влияние на организм и фанили потом еще пару лет. Потом я обратился к его товарищу, который был заместителем этой федерации. И вот он мне прописал диуретики, о которых я буду говорить отдельно. И призываю каждого из вас никогда с этим делом не связываться, если вы не профессиональный спортсмен. Значит, диуретики просто вымывают из организма все полезные микро-макронутриенты, минералы. И это является причиной номер один смертей среди бодибилдеров. Потому что именно обезвоживание это самая основная причина, по которой вы можете отправиться на тот свет. После этих всех опытов я понял, что обращаться к кому-то за рекомендациями я не очень хочу. И тогда, в конце 2012 года я переехал в Киев, в зал атлетика на Шахтерской. Думаю, многие, кто смотрит с Киева, знают, что это за зал. И там началась моя карьера уже более профессиональная. Потому что там я начал работать как тренер. Там я начал готовиться по бодибилдингу. Там я начал готовиться по пауэрлифтингу. Ну и как-то все пошло по накатанной. Один, второй, третий вид спорта. Да, я читал, у тебя там целыми списками идут достижения. Кому будет интересно, можете, кстати, почитать. Да, посмотрите, пожалуйста, еще расскажу в ссылочке. То есть движение было достаточно динамичное. Пока не начались травмы, потому что, сам понимаешь, максимализм. Периодизации не было никакой. То есть я это все делал интуитивно. Если речь касалась клиентов, я их мог ограничивать. То есть у меня ребята прогрессировали, никто не получал ни одной травмы. То есть ты тут уже в тот промежуток времени уже тренировал? Да, я начал тренировать еще перед тем, как уехал с Харькова. Мои были первые попытки. А когда уже я приехал непосредственно в Киев, с начала 2013 года я начал активно тренировать. И начал очень-очень быстро набирать обороты. То есть буквально там через полгода, даже не через полгода, а через три месяца я зарабатывал больше всех. Я начал готовить первых девочек бикини. Это был только третий сезон в Украине. И девочки у меня зашли в финал. Я как бы ставил позирование им лично. И все-все-все вел. Чего вообще еще никто не делал до меня в Украине. В принципе, не было каких-то супер критериев добиться успеха в чем-то одном. То есть мне был интересен и бодибилдинг, и пауэрлифтинг, и стритлифтинг, и силовый экстрим, и так далее, и так далее. Но если бы не мои частые переезды и поиски себя в жизни, я думаю, что в каком-то конкретном виде спорта я бы достиг больших успехов. Ну, я видел, да, у тебя воркаут, ты же занимался, флажки делал. Да, флажок. А что ты, кроме флажка, какие элементы еще можешь показать? Ну, я вообще делал ранее. Я особо таких много элементов не делал. Я делал склепку, водопадик, выходы на 2 штук 10 подряд делал. Непосредственно флажок, вот у меня рекорд был 9 секунд, по-моему. Это с весом 111 килограмм уже по максимуму. Ну, ну, шейтельно, да. Ну, да, могу гордиться этим. Я до сих пор флажок не умею делать. Ну, сложно, сложно, да. А по поводу мотивации, вот кто тебя мотивирует? Есть у тебя мотиваторы, либо был, либо, может быть, твой кумир какой-то? Вот у ребят, например, есть Крис Херия, многие его знают, многие фанатеют от него. А вот, а у тебя вот какие примеры? Так, Крис Херия очень интересный человек. Я читал тоже его историю и понимаю, почему он мотивирует людей. Так как несколько разных видов спорта было, были постоянно разные мотиваторы, которые меня вдохновляли. Если брать бодибилдинг, это был Питер Молнер из Венгрии. Очень крутой спортсмен. Ну, не очень высокого роста, но с очень тонкой талией, широкими плечами. Мне он нравился. В пауэрлифтинг меня привел Дэн Грин. Это американский профессионал. Он тоже выглядит как бодибилдер, но при этом поднимает очень большие веса. Что касательно стритлифтинга, какого-то определенного кумира у меня не было. Просто я еще даже до того, как стал на темную сторону и весил 80 килограмм, уже делал на брусьях с весом плюс 80, и мне это перло. Но все говорили, ты что, дурак, зачем ты делаешь это на раз? То есть тогда никто не мог даже представить, что это станет отдельной дисциплиной. Но в 2017 году я тоже поехал, считай, без подготовки, и стал вторым на чемпионате мира. Собрал сумму в 200 килограмм, 130 на брусьях и 70 на турнике. Но там вообще был трэш, потому что я переезжал в Одессу, я там не тренировался, не ел, не пил. Приехал на каком-то чуде, короче, поднял. Денис Минин красава, чемпионат был просто супер. Поэтому такие очень приятные впечатления сложились. Но так, я считаю, что для каждого из нас мотивация должна быть то, что вы видите в зеркале. И вы должны ставить цели, к которым вы должны сами стремиться, а не кто-то вам сказал. И точно так же нужно быть очень осторожным, равняясь на профессионалов. Потому что, сам понимаешь, у людей есть исключительная генетика, антропометрия. Они делают сумасшедшие результаты. И новички, и ребята такие, как я, допустим, в свое время, когда был неопытный, тоже приходил, наваливал все, что можно. Но благо пронесло, что таких серьезных травм в плане переломов и надрывов у меня нет. У меня много друзей, которые до сих пор говорят, что были глупо поступали, что они вот таким способом начинали на каких-то амбициях поднимать большие веса, не осознавая технику, ничего. То есть изначально не понимая, как что работает. Поэтому сейчас страдают, и многие говорят, что им реально повезло, что как-то судьба отошла, стороной отбила это, чтобы не было никаких травм, ничего такого. А то примеров очень много, согласен. А что касательно черной стороны? Я знаю, у тебя был проект по поводу DarkSide Chronicles. Да, да, все верно. У тебя он, я так понимаю, дальше не пошел. Почему? И о чем был этот вообще проект? Спасибо за вопрос. Проект называется DarkSide Chronicles. Хроники темной стороны. Так как я рассказывал про свой не очень позитивный опыт сотрудничества с определенными функционерами и супертренерами, я решил сам создать проект под названием DarkSide Chronicles, где рассказывал обратную сторону фитнес-индустрии и непосредственно о взаимодействии с препаратами. Вы сами понимаете, что профессиональный спорт без фармакологии, я имею в виду спорт высоких достижений, просто-напросто невозможен. Ну и, соответственно, я решил для людей дать больше пользы, начал рассказывать определенную информацию о нюансах, которые ждут, если они пойдут работать тренером, что нужно делать, если вы собираетесь переходить на темную сторону. Но отклика не было, я был очень сильно расстроен, потому что информация эксклюзивная, я ей давал ее бесплатно, но, тем не менее, люди не оценили, и я как-то подзабил, подзабил на этот счет. По поводу темной стороны, я перешел на нее в 2011 году, в мае, на тот момент я уже тренировался 4 года в зале. И там я видел, писал, что продолжаешь дело Рича Пиано, да? И вообще, как ты относишься вообще к фармакологии? Начну с Рича. Рич, вообще, я считаю, гениальный человек. Это единственный человек, из-за которого я хотел бы перелететь в океан, чтобы с ним увидеться. Я был просто нереально раздосадован тем фактом, что он умер. Наверное, ни один человек на меня так сильно не повлиял, как Рича Пиано. Потому что он дал понять, что ты можешь быть спортсменом и можешь круто жить. И ты можешь не жить от соревнований до соревнований, поедая чисто курицу. Что ты можешь жить в крутом доме, что еду ты можешь не готовить, тебе могут ее доставлять. Что у тебя может быть спонсорский контракт. После он запустил свою фирму 5% и он помог, насколько я знаю, ни одной сотни человек достигать успеха в спорте. Потому что он видел огонь в них и как они горели. И он предоставлял им возможности, и деньги, и спортпит. Ему было не жалко. И, конечно же, когда я сидел там в своей маленькой комнатушке и смотрел на все эти видео, где он ездит на крутых машинах, когда у него холодильник забит вот этой едой готовой, кучей спортпита, я просто понимал, я сказал себе, я сделаю так же. И мне это удалось. По поводу фармакологии, я скажу лишь то, что если вы стремитесь к спорту больших достижений, без фармакологии вы не сможете быть на вершине. Это я вам говорю честно. Если вы берете аматорский дивизион, тогда пожалуйста. Фармакология это инструмент. Я всегда говорю это людям такой аналогии, что, образно, если ты сейчас жигули и хочешь стать хамером, то ты не сможешь заливать такое же количество топлива, чтобы проехать это расстояние. Ты не сможешь такого же качества топлива заливать. Тебе нужно другое обслуживание. И по-другому ты себя будешь чувствовать на дороге. Образно, ты был полтора метра размах, а ты стал два с половиной. И поэтому постоянное вливание в себя не только фармакологии, как бы это ни звучало забавно, денег, спортивного питания, микро-макро-нутриентов, это все просто необходимость. Разница только в том, как ее использовать. Большинство начинает это без анализа, без ничего. То есть у меня точно так же с этим были огрехи, потому что если я образно-фармакологию начал использовать в 2011 году, а уже после того, как я прозанимался в зале 4 года, еще 2 года до него, а я потом понял, что я хочу двигаться дальше. А анализы свои первые я сдал в 2015 году. Но это было по неопытности, об этом никто не говорил толком, ну и, понятное дело, не было денег. И основная причина, то что проблема фармакологии, что люди начинают использовать ее без какой-либо финансовой базы и отставляя это все на дальний план. То есть сначала курсанем, а потом разберемся, и это. Но так это не работает. В целом, любые вмешательства в гормональную систему, они очень чреваты, и поэтому я не агитирую никого. И каждый раз повторяю, что, ребята, если вы хотите использовать фармакологию, вы должны расставить для себя приоритеты. Если вы хотите щеголять перед девочками какими-то очертаниями мышц, после того, как вы курсанете, там за 5 недель что-то наберете, потом будете готовы к тому, что у вас не будет стоять писька, извините за выражение, если вы сделаете все неправильно, и будете потом депрессивные, прыщавые, жирные и из гинекомастии. Ну, еще, кстати, на самом деле, я неоднократно, ну, как бы увидел, когда люди приходят, ты у меня спрашиваешь, ты принимаешь фармакологию? Я говорю, да, принимаю. А ты анализы вообще сдавал, проходил какие-то медицинские обследования? Нет, не подхитил. А почему? Так ты видел, какие они стоят стоимость? Я говорю, да ты что? То есть ты готов угробить здоровье, тратить деньги на препараты, но при этом не хочешь обследоваться раз в жизни, понять, что у тебя вообще нужно и нельзя? Ну, я тебе скажу, что со своей практики, до скольких я людей консультировал, я в тренерстве также преуспел, потому что в 2017 году я был самым высокооплачиваемым тренером Одессы, когда я там жил, я тренировал как элитных клиентов, так и людей среднего класса, начинал я с людей, которые платили мне по 30 гривен за персоналку, то есть я потом даже не мог представить, что я буду получать по 50 долларов за персоналку. 30 гривен, такие цены были раньше? Конечно, в Атлетика, это для инструктора, это была цена, так, чтобы ты понимал, до 2016 года это было. Вводный инструктаж, 30 гривен за тренировку, Атлетика, отличная корпорация жлобов, да. А по поводу анализа, я тебе скажу, что, ладно, спортсмены, спортсмены еще сдают их время от времени, обычные люди, пока копье не торчит в спине, это вот менталитет наш СНГшный, они не приходят и не понимают этой важности. Ну, конечно, цены кусаются. Если у тебя зарплата 5000 гривен в месяц, а пакет анализов самых базовых стоит 3, то это, естественно, очень сильно кусается. Поэтому, да. Ну, Рич был первым, кто начал освещать этот процесс фармакологии. Он тоже никого не агитировал. Он сказал, ребята, я показываю, как делаю я, а вы сами решаете, делать или нет. Потому что все профессионалы, там, Фил Хит, Джей Катлер, Роник Омман были натуралами, по 130 килограмм сухого масса, сухого масса. Сухого мяса, и там вообще не проходили ни в один дверной проем, и они были натуралы. Конечно, Рича, это лицемерие очень возмущало, и меня возмущает. Но сейчас уже нет такого острого внимания к этому, потому что люди начали понимать, что даже шахматисты заряжаются ноотропами и всякими нейростимуляторами для того, чтобы побеждать. А бегуны заряжаются сильнее, чем бодибилдеры. Это тоже факт. Ну да, я вот слышал, читал интервью, когда-то Роник Омману, что он написал, если бы вернуться назад, то он бы ровным счетом повторил то, что он делал. То есть он бы ни в коем случае не остановился на достигнутом. То есть я веду к тому травму, которую сейчас он имеет. Большого Рона травмы были не от бодибилдинга. Он травмировал позвоночник... Приседаниями, да? Не, не приседаниями. Он был игроком профессиональным в американский футбол. И там он получил эти травмы. Плюс то, что у него пошло потом с коленями, это наследственно. Как ни парадоксально, когда он тренировался на пике своих возможностей, его организм чувствовал себя лучше. Но как он рассказывал, что он с первых дней, когда он пришел в бодибилдинг, у него были вот эти боли в коленях, в пояснице, но он их принимал как данность. То есть мы роботы, мы все сможем. Он просто фанатичный человек, и он просто до самого гроба будет тренироваться. Но Бегрон – это вообще отдельный момент. То есть таких фанатичных людей, как он, не было и нет. И даже сейчас, когда он в пиковой форме, никто бы не смог с ним сравниться. Поэтому дело такое. Хотел тебя задать такой вопрос. Я думаю, он будет интересен нашим зрителям. Касательно вот, например, я обычный новичок, который пошел в зал, и вот вижу свое будущее связано с спортом, профессиональным спортом. Вот у меня возникнет вопрос. Ну, в принципе, информации нигде нету. Как с чего начать? Кому обратиться? Вообще, где это, ну, прочитать информацию? Может, какие-то курсы надо посетить? Может быть, еще что-то? Информации нету. Что ты порекомендуешь, ребята? Я понял. Я даже кофты сниму от таких жарких вопросов. Да. Значит... Потому что я на собственном примере даже знаю, что такой информации нет. Это не только связано с бодибилдингом, ни с, там, воркаутом, либо кроссфитом. Просто информации нету. Есть, да, продвинутые люди, которые просто в тупую идут, там, тренерам спрашивают, узнают, общаются. А есть люди, которые особо, ну, мало общаются с людьми. Что ты им посоветуешь? Ну, смотри, это очень, на самом деле, боль. Большая боль и в Украине, и в России. И первое, что хочу сказать, что хороший спортсмен, это далеко не всегда хороший тренер. Даже это очень редкое соотношение качеств. Все привыкли понимать, что если там самый здоровый чувак в зале, значит, он знает больше всех. Но это тоже не факт. Потому что в спорте большую роль играет генетика. И то, что подходит этому спортсмену, который смог набрать, так высохнуть, не подойдет людям, у которых более слабая генетика, более слабое здоровье. Я просто всему учился сам. Методом проб и ошибок. То есть у меня есть в теоретической части определенные пробелы, конечно. У меня есть зато большой практический опыт. Но я обучался определенным моментом у хороших эндокринологов, у серьезных ребят. То есть в плане биомеханики тренировок, как нагрузить какие мышцы, это не столько сложно, как момент вот именно нутрициологии, эндокринологии, то есть мотивации в плане психологического момента. Потому что люди боятся весов, люди боятся зеркал, люди боятся скопления других людей. В плане обучения у нас есть несколько школ. Одна, насколько я знаю, ФББУ, это Федерация Бодибилдинга Украины. И, по-моему, еще каких-то пару-тройку ребят запускают определенные курсы. Но я тебе скажу честно, что это полная хрень. Объясню почему. Потому что я за свою жизнь побывал в огромном количестве залов. Я захожу в любой зал, я вижу просто, что 99% клиентов у тренеров делают какую-то дичь. То есть они не замечают нюансов. То есть они не вникают там в такие моменты, в такое положение стопы, какая у людей энтропометрия. Они берут и делают там базовые упражнения, дают всем. Вот приседаешь, вот ты приседаешь так, и ты приседаешь так. Чтобы прийти, естественно, к какому-то результату, тебе нужен тренер. Еще бы. Ну, то есть это хоть и банально, но это факт. То есть человек, который уже прошел этот путь, имеет какой-то маломальский опыт, значит, он уже в принципе что-то понимает. У каждого человека есть своя уникальная генетика, как я сказал, уникальный баланс гормонов, соотношение рук-ног, антропометрия. И, соответственно, каждый из этих преимуществ дает тебе преимущество в определенном виде спорта, даже в нескольких. Образно, если у тебя там длинные руки и высокое крепление плечо-лучевой, у тебя будет хорошая предрасположенность в армрестлинге, например. Если у тебя, допустим, короткие руки, то ты будешь иметь преимущество в жиме. То есть, ну, это практически с вероятностью 100%. Потому что есть разница пожать вот с такой амплитуды и пожать вот с такой. Точно так же и в становой тяге. Что там есть спортсмен, натянут, допустим, в сумо или в классике, он поднимает вот такая амплитуда. А если приходит человек, который там весит 60 кг, он поднимает на вот столько и вес может быть значительно выше. То есть, здесь, конечно, наставник, грамотный наставник, он сможет выявить, что нужно и делать как. Вот как найти нормального тренера, вот это самый сложный вопрос. Потому что сейчас большинство ребят ориентируется исключительно на медийность. Если человек медийный, они думают, что он, а, он там гуру, супер шарит. Но так как я обращаюсь в этом всем очень давно и знаю об этом очень много, я сам помогаю людям закрывать вопросы по спортивным добавкам. Я вижу, что рекомендуют эти профессиональные тренера. Я скажу откровенно, они просто уничтожают здоровье своих подопечных. И, возможно, они хотят как лучше, но они не знают базовых моментов. Понимаешь, на Западе профессиональных спортсменов у них есть. Свои эндокринолог, физиотерапевт, нутрициолог, тренер по физической подготовке, психолог. То есть, это вот так вот все комплексно собирается. У нас это, эй, пришел там и все. Как вот 300 гривен тренировка стоит? Как думаешь, может квалифицированный человек дать даже 100 гривен тренировку в наше время? Не, ну у нас коммерция это в залах, я это понимаю. Фитнес-индустрия развивается. Фитнес-индустрия развивается, но вот в плане чтобы порекомендовать, ты знаешь, вот на ум приходит только один человек, это Виталий Ложников из России. это не реклама, просто Виталик, я его очень сильно уважаю, действительно крутой. И у него вот есть B3 Revolution, называется Академия. Это он готовит тренеров будущего, типа как Курс Свобода 24 на 7 у него называется. И B3 Coach это Business Brain Buddy. То есть, вот они обучают хорошо людей, там целая команда у него тоже. И я смотрю, ребят, которые у него выпускники, они действительно очень круто ведут. Что сейчас, даже по отзывам, по всем делам, проще найти онлайн-тренера, чем приходить вот так вот наобум. Ну, естественно, конечно, если ты смотришь на человека маломайский, что у него есть хорошая физическая форма, он не дрыщ, либо там не вот такой вот жирный, он может там подсказать тебе, проинструктировать. Но больше я бы рекомендовал приходить брать курсы у тренеров там небольшими циклами, не оплачивать сразу надолго, посмотреть просто как что и происходит. И параллельно обучаться самим. Потому что нормальный тренер никогда не будет вас заставлять упахиваться, чтобы вы просто выползали из зала. То есть, он может заставлять вас упахиваться, выползать в зал, если вы сказали, я хочу победить на соревнованиях и так далее. Также, если вам тренер сразу же сходу задвигает спортивное питание, либо фармакологию, то сразу очевидно, что тренер хочет на вас нажиться. Потому что, если вы никогда не занимались... Сейчас хейтеры начнут тренеры писать. Да, но, блин, ребята, извините, но я сам через это прошел, но мы же хотим как-то двигаться вперед, развиваться. Мы, допустим, от русской фитнес-индустрии на 100 лет отстаем, а от западной вообще просто экспоненциально. И, естественно, я знаю просто, как большинство тренеров относятся к своим клиентам, что они там им подыгрывают, жирным бабам они говорят, ой, ты такая красивая, стройная, ты у меня самая лучшая. А потом они приходят к тренерам, как в моем случае было, и говорят, я хочу результат. Я говорю, давай работай. А мне вот мой тренер говорит, что я королева, что все остальное. Я говорю, ну, извини меня, ты там, у тебя перевес, от рост веса, ну, примерно на 20 килограмм. Там у тебя приросте метр шестьдесят пять за сто сантиметров задницы, там, сто пятнадцать. Это же какая, как тебе я могу сказать, что ты королева? Давай приседай. Обижаются и уходят. Поэтому нужно понимать, что тренер, у нас нормальный тренер, это призвание, это должен человек прийти и вот давать результат. Вот почему я ушел с тренерства, потому что я не мог делать что-то посередине. Я либо не делал, либо делал очень хорошо. Ну, давай говорить правду, это не ценится труд. Это не ценится, это абсолютно не ценится. Причем даже я сначала думал, что если я буду тренировать людей, у которых есть много денег, это принесет какой-то результат. Но тем не менее, я тренировал потом по пятьдесят долларов за тренировку, клиент ходит две недели, потом неделю на Сейшелах, неделю на Карибах и все, ходит. Ну, он для галочки ходит. Здесь нужно выстраивать так систему, что вот ты оплатил три месяца, у тебя за эти три месяца есть три-шесть занятий, ходишь, не ходишь, они сгорают. Зачастую такие люди могут себе позволить это сделать. И я все-таки считаю, что намного лучше целить в тот сегмент, где состоятельные люди, потому что ты у них сможешь поднабраться мотивации и так далее. То есть, ну, сами по себе тренера зачастую живут от зарплаты до зарплаты. И как я сам просто, когда был чисто вот тренером и не развивался, я ходил в одних штанах постоянно, ел там чисто курицу со всеми делами. И, короче, все это было очень банально и очень одинаково. И поэтому вот ты задал такой вопрос по поводу рекомендовать курсы. Это действительно такая боль жесткая, что можно даже было бы... Не, имеется в виду даже почитать эту информацию в интернете. Очень же... Должны быть кто-то, кто это поднимает вопрос. Есть крутые блогеры, есть хорошие ребята. Просто вот у меня мой друг Женя Лещевский, он вообще, я считаю, лучший специалист по эндокринологии, по спортивной медицине. И вот у него реально очень много можно поучиться. Но таких людей, которых я могу порекомендовать вот даже в Украине, кроме Жени, я даже особо не могу. Потому что те чуваки, которые я знаю, что они суперчемпионы, а их и BB Pro там туда-сюда, и они просто такие вакханалии дают своим клиентам, что потом они приходят к тому же Жене подчинить гормоны, и там просто трэш. Там у них организмы, как у 70-летних дедов. И не только от фармакологии, а еще и от диет, то есть это можно очень долго рассказывать. Так что вопрос такой получился очень развернутый. но все равно вот для новичков базовых вот что ты, или именно пару вещей, которые ты 100% рекомендуешь. То есть, это вот я хочу пойти в зал, первое дело, мне надо что? Просто многие начинают идти в зал и сразу начинают бежать, не налаживать свой рацион питания, а начинают покупать всякие добавки. некоторые бегут в фармакологию. Что ты именно рекомендуешь ему, тем, кто только вот задумался и вот наконец-то купил себе месячное посещение в спортзал? Первое, что я хотел бы порекомендовать, это, конечно, найти хорошего тренера. Ну, как мы, в принципе, говорили. Пускай хотя бы человек будет тот, который вас не убьет. Ну, это, конечно, шутка, но вы можете прийти, посмотреть тренеров, вы можете подойти, провести, просить ознакомительное занятие. Самое главное, что у вас с человеком был контакт, чтобы он понимал ваши цели. То есть человек, который придет, он должен у вас спросить о том, были ли у вас какие-то наследственные болезни, были ли у вас какие-то переломы, связки, надрывы, чего вы вообще хотите. То есть он должен выявить ваш момент. Если ты хочешь прийти и заниматься физкультурой, ему не стоит рассказывать тебе, как крепятся мышечные волокна, как там они работают и так далее. То есть ты хочешь прийти и сделать, как бы, физкультуру для себя. просто похудеть, заниматься для себя. То есть тренер не должен сразу тебе говорить так, все, опять тренировок в неделю и так далее. И вот тренер приходит и говорит вам, три раза в неделю этого достаточно. Вот три раза в неделю достаточно, вот тебе нужно питаться так и так. То есть человек объяснит, как считать еду, что у вас должен быть профицит калорий либо дефицит, и вы должны двигаться. В любом случае, даже если у вас будет первый опыт с тренером негативный, ну как можно сказать негативный, там вы не сойдете с характером и так далее, это будет намного лучше, чем вы пойдете сами. Зачастую сам в зал человек редко приходит. Он приходит с кем-то, с другом, с подругой, некоторые с родителями даже приходят и уже как бы на их экспертность ориентируются, типа вот там папа знает, как приседать и что-то еще делать. Самое главное, что вы должны понимать, нужно иметь дисциплину. Самое главное это регулярность. То есть, если вы идете в зал, то есть, если ты вот говоришь, а вот я хочу запойти, то есть, ты должен понимать, что вот там у тебя есть работа, семья и так далее, но вот зал три раза в неделю это то, что ты должен делать стабильно и вообще, как бы, если ты будешь пропускать, ты будешь потом сам себя утешать и говорить, а, я мог там, я вчера поработал, я там не хочу и так далее. естественно, нам нужно просто, я самому даже, мне интересно стало сегодня прийти, посмотреть, какие блоги я вообще могу порекомендовать. Ну, например, мой. Раз уже такое дело, буду писать, значит, про, ну, действительно, такой нюанс, знаешь, когда ты уже 15 лет в этом, ты даже не задумываешься о том, что действительно, вот человек может вообще не понимать, когда отошел от этой тренерской деятельности. Со временем забывается, но в итоге, ну, все одно и то же. Все вопросы одни и те же, просто и ответы вроде как бы есть, и вроде бы их и нету, то же самое. То есть они как-то стираются с памяти, но все равно, как бы мало, они приходят людям тогда, когда уже непосредственно пройдет какой-то большой промежуток времени, да, и человек осознает, блин, что я делал. Да, да. Поэтому хотелось бы в этом моменте вот как раз раскрыть этот вопрос. Смотри, Артур, теперь давай, хотелось бы поднять вопрос именно уже для тех людей, которые определились, с профессиональной деятельностью в спорте, они тебя видят как, ну, с профессиональным атлетом, но вот у них спонсорство, вопрос такой знакомый для всех, не знает, как двигаться дальше, как найти спонсора и развиваться в этом деле. Я знаю, ты писал в посте, что в 2016 году ты стал первым человеком, а я не знаю, ты не уточнил в Украине или вообще в мире. В Украине, конечно. В мире было бы. Ну, мало ли, да. который сразу же, не будучи еще, ну, не тренировался в этот промежуток времени, да, не выступает и стал, заполучил сразу же три контракта. Как это произошло и вообще, как людям быть в такой ситуации, которые в патовые попадают, да, и не знают, как дальше развиваться? Ну, смотри, да, я тренировался, единственное, что я не очень стабильно выступал тогда, то есть у меня были вот тогда амбиции как раз на развитие как тренер. То есть я снимал там видео обучающие, вел медийную жизнь. Ну, блин, тогда в основном были больше ресурсы на контакт, пока его не хлопнули. Инстаграм у меня был такой там с вот этими фильтрами на выбор, которые коллажи по 4 фотки, ну, там ужас был. Но в целом, я просто смотрел эти видео встречи, я понимал, что, блин, если у них там так есть, может, давайте и как-то тут что-то делать. И действительно, вот в 2015 году, летом 2015 года, у меня был первый контракт, я стал лицом компании Nasroth Nutrition, украинского производителя спортивного питания. После, там был еще один бренд фармакологии, и после, к концу, к концу осени, еще присоединился представители гормона роста. То есть тогда вообще ни у кого, не было никаких спонсоров, даже там на пачку протеина. У меня удалось договориться, чтобы у меня сразу было их три. И для меня это, конечно, был супер момент, у меня даже есть там фотка, где я там, еще в такой, там, на куреневке, в разбомбленной квартире, но очень довольный со всеми этими пакетами, короче, со всеми этими делами. Я был очень счастлив. Самое главное в этом деле, что ты должен дать людям понять, вообще, какую ценность ты можешь нести. Естественно, для всех спонсоров есть только два основных критерия, которые важны. Это продажи и популяризация бренда. То есть спортсмены действуют, зачастую, в двух критериях. Некоторые популяризируют продукт и имеют там какие-то промо-коды, то есть они с этим не связываются, как, например, с фармакологией. Другие же идут именно по варианту продажи. То есть непосредственно этот рынок в Украине есть, можно зайти в интернет, и там просто энное количество сайтов, где ты можешь спокойно купить фармакологию. И бренды конкурируют за спортсменов. То есть тогда это был только начальный этап. То есть я это показал, я это сделал, смотрите, ребята, мол, то-се, вот у меня есть спонсоры. Я там начал агитировать активно, привлекать людей, давать свои отзывы об использовании, как бы, но я фанатично тогда тренировался, результат был. И потом уже спустя пару месяцев люди, смотрю, начали появляться там на пачку протеина по спонсорству и так далее, и так далее. Но, естественно, я не мог закрепиться сильно надолго со всеми брендами. За последние где-то 6 лет я сменил около 20 брендов, с кем я работал. Я набирал команды на спонсорство и непосредственно делал полностью рекламную кампанию. Я делал мерч, то есть я направлял людей в развитие, я отдавал определенные прайсы, я составлял торговые предложения. Ну, короче, был человек-оркестр. Соответственно, можно сказать, что я был как топ-менеджером в компании, в которую я заходил. То есть вот в 2016 году я был исполнительным директором бренда Starg Farm. Это производитель украинского спортивного питания. Я набирал в команду, было около 40 человек. И никто не задержался, потому что наш менталитет украинский очень сильно дает понять спонсорам, что дело это неприбыльно. Да, да. Я просто давал наперед, я убедил своих партнеров, что если дать наперед, то человек будет хотеть отработать, но это оказалось не так. То есть вот люди, которые связаны с фитнесом, зачастую часто очень эгоистичны, эгоцентричны, и они вот на себя тянут одеяло, при этом кроме как выставить несколько постов, никакой пользы не приносят. То есть ты, естественно, должен приносить пользу. Когда ты пишешь спонсору потенциальному, говоришь, привет, я такой-то, такой-то, у меня есть вот такие достижения, либо я вот этого хочу достичь, мне нужно вот это, вот это для моей месячной подготовки. Взамен я готов дать вот такое количество рекламы, вот у меня есть вот такая аудитория, у меня есть вот такая статистика, у меня есть вот такие амбиции, у меня есть вот такие связи. То есть я хочу попробовать. В любом случае можем первый месяц сделать как испытательный срок. Если нам все складывается хорошо, эти инвестиции окупаются, то тогда движемся. Потому что тогда даже продукции спортивного питания на 1000 гривен в месяц для меня это казалось просто чем-то невероятным. Какое там-то шоу, вообще? У меня там доход был там 4-5 тысяч, потому что тренерство было нестабильное, плюс я переезжал и так далее. И тем не менее, там 1000 спортпит, там 1000 фармакологий, гормон роста вообще стоил там от 100 долларов. То есть я понимал, что у меня от спонсоров поддержка приходит больше, чем я могу сам заработать на данный момент. Но я, конечно же, брал сюда с запасом и продавал потом. Ну, блин, хоть жить, у меня вертеться. Это школа харьковская. Кто выжил в Харькове, в Одессе, выживут везде. И, соответственно, то есть вот так вот это все и двигалось. То есть на данный момент я являюсь амбассадором компании Bionic Evolution. Это вот как раз команда людей, которая позволяет людям, которые уже хотят перейти на темную сторону, достигать результата. То есть на данный момент я на послекусовой терапии. То есть тут мы остатки роскоши. Но ничего, скоро мы это все выровняем. Так, 109 килограмм вешу для тонуса. То есть сейчас я не вижу смысла с кем-то активно сотрудничать. Во-первых, я не вижу нормальных игроков на рынке, которые могли бы предоставить нормальное качество по тому же самому спортивному питанию. По гормону роста он вообще у нас не производится. Есть только представители. Но так как я сам набирал в команду по спонсорству, по гормону роста, очень невыгодно спонсировать. Потому что себестоимость высокая, а лаборатории нет. То есть ты произвести не можешь, вот этого зазора нет. Так тебе там, допустим, на 1000 гривен дали спортивного питания в месяц, а его себестоимость там 300 гривен. То есть ты, если бы даже тратил рекламу на Google AdWords, например, или на Target, ты бы больше денег потратил, чем человек, который получил этот спортпит. Он такой, как я был, по крайней мере, я всем рассказывал про него. Вот смотрите, все есть. Ну и, конечно, основное качество, которое вы должны иметь при себе, когда становитесь представителем какой-то фирмы, вы должны отвечать за качество. То есть если вы не можете поручиться за данный бренд и сказать, да, супер, я это использую, это класс, вы будете потом краснеть перед своими клиентами и очень быстро потеряете репутацию. Поэтому у меня всегда такое правило, я предлагаю только то, что использую сам. Вот там все думают, почему ты используешь там украинские БАДы, украинские добавки. Я говорю, ребята, потому что я знаю лично того, кто это создал. У меня вся кухня ими заставлена. Я понимаю, что действующее вещество стоит недорого и смысл как бы мне переплачивать за эти моменты. ну, подводя вкратце, это надо собрать волю в кулак, начать действовать, развивать себя медийно. Нужно понять, что ты хочешь. Понять, что ты хочешь. Чего ты хочешь, да, из соцсети, то есть ты можешь быть не выступающим спортсменом или спортсменкой, то есть вот девочки в этом намного пассивнее. Много просто люди, которые занимаются даже полупрофессионально, то есть и хотят перейти, они даже не развивают свои соцсети. Да, это большой минус. А есть люди просто, которые не стремятся развивать медийно, выкладывают какую-то хрень и у них целая куча подписчиков. А вот так вот ты делаешь супер качественный контент, а оно, отклика никакого нет. А касательно вообще всей индустрии украинской, что ты фитнес, что ты можешь сказать? Я могу сказать два слова, это дно-дна. То есть это дно, и вот там вот еще оно ниже находится. Полная разобщенность, абсолютно никакого единства нет. Есть несколько федераций, нескольких видов спорта, то есть ключевые, это самое бодибилдинг, пауэрлифтинг, у них там есть хотя бы какие-то ответвления, если допустим, стритлифтинг одна федерация, силовой экстрим одна федерация. То есть другие какие-то спорты, которые спонсируются государством, они там вообще... Да я, по-моему, их даже не знаю. Типа бокс, там может быть какая-то гимнастика, еще что-то, они вот как бы проводились 30 лет назад, так и проводятся. То есть если брать общую бизнес-индустрию, я считаю, что бренды, которые есть сейчас на рынке, украинские, если бы они организовали, если бы они собрались все это в силе, они могли бы производить, проводить крутые спорт-фестивали, там где будет целая куча разных видов спорта, они могли бы провести коммерческую реструктуризацию. Я бы, я же говорю, я мог бы это сам лично сделать, ну вот сказать людям, сделайте так, 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 у вас будет. Но сейчас все идет к тому, что фитильс загибается. Особенно вот после пандемии, то есть все думали, что зал откроется, все туда сразу, а потом люди такие, да, ну как-то сейчас летом, мы уже накачались, ну типа... Не, ну там сейчас я вижу даже по абонементам дешевые абонементы. Да, нафиг надо, лишь бы хоть как-то приходить и делайте что-то. Рынок спортивного питания более-менее есть, самой фитнес-индустрии нет. То есть вот есть какие-то локальные турниры, по тому же самому бодибилдингу, даже до пандемии туда приходят чисто друзья, дедушки, бабушки, зал на четверть забит, и вообще этого нет. Это просто мизер. По сравнению с западом, призовые пачку протеина поставили, все, дружище, иди. Ну, я просто, знаешь, большинство ассоциирует фитнес-индустрию с бодибилдингом, потому что это изначально как пошло, что он фитнес, бодибилдинг. Но бодибилдинг не привлекает людей особо, потому что достаточно скучно. То есть особо соревнования, пока каждый пройдет, там выйдет, там попозирует, там... Ну как бы да, оно может быть зрелищно в некоторых моментах, но в целом это не привлекает людей. И так, допустим, как тот же самый пауэрлифтинг. Там не привлекает даже примерно так, как боевые искусства. Когда боевые искусства, они сейчас просто на пике, особенно в России, кулачные бои там и так далее. То есть поп-ммэй тоже можно отдаленно отнести к фитнес-индустрии. Но у нас в Украине вообще этого ничего нет. У нас некоторые турниры... У нас турнир всеукраинский. А где вы об этом рекламите? Ну вот у нас баннер наклеен. Все. Нигде нет рекламы. Таргет не запускается. Ничего не делают. То есть либо люди делают турнир, на котором 20 человек приходят, и они еще ставят там по 250, по 300 гривен за вход. А это полная лажа. И вообще это никому не интересно. И поэтому, что говорится, бодибилдинг загибается. Сейчас выгодней, на мой взгляд, быть фотофитнес-моделью. Когда ты фотофитнес-модель, у тебя может быть просто на аутсорсинге огромное количество работы. Тебе могут быть даже западные бренды, присылать тебе продукцию, использовать. То есть вот это выгодно. А сами по себе соревнования, это просто для молодых горячих, которые хотят помериться писками. И сказать, вот смотрите, я вот такой крутой, я могу там выйти и показать. Это круто. Это очень классно. Но в условиях экономического развития в нашей стране это просто очень невыгодно. Это очень бьет по самооценке. Потому что даже если ты выиграешь какой-то условный чемпионат Украины, станешь лучшим в своей категории, и будешь думать, что тебе там сразу напишут какие-то спонсоры, будто нахер им не нужен. Просто нахер им не нужен. Потому что они понимают, что нафиг тебя спонсировать. В большинстве своем, как у нас спортсмены, что просто он сидит в тренажерном зале, живет курицу, качается, делает персональные тренировки, больше никак не развивается, никуда не двигается. Навыков продаж у него нет. Навыков шоумена один там из... Ну, если мы все были бы шоуменами, блин, мы бы никто не бы заработал. Да, но здесь все равно, вроде кажется, что всех так много, вот вроде как качков там и так далее, всех все так много, но подать себе и продать не может почти никто. То есть люди понимают, думают, их волнует, а что скажут остальные там и так далее. То есть вот я просто говорил, я вышел, я там вышел, не знаю, в центре Крещатики, начал позировать там, еще что-то, вышел, дуй, снимаю видео, все смотрят как, типа что. Я там, раньше у меня был более экспрессивный вид, я там ходил чисто в компрессионках таких коротких, там летом туда-сюда пошел, вообще там все смотрят, там не понимают, как он так ходит, все в обтяжку, смотрите на мои мышцы, на мою жопу там и так далее. То есть это было, я понимаю, что это было круто, но у меня как-то это было, просто я был наглее, чем остальные, и возможно вот это сыграло. Ну что, я думаю на этой ноте мы закончим наш первый выпуск, думаю чуть попозже мы сделаем другой. Я хотел бы сказать ребятам, спасибо большое, что досмотрели, не будьте так суровы, ставьте лайки, можете дизлайки, пишите комментарии, не забывайте поделиться этим видео со своим другом, который также интересуется данными вопросами. На что я хочу сказать отдельное спасибо Артуру, что помог снять это интервью, спасибо большое, ну и пару слов на камеру. Да, ребята, вам большое спасибо заранее, можете быть жесткими, не жесткими, я понимаю, что сказанное мной имеет достаточно спорные моменты, но я говорю правду, и поверьте, я знаю, о чем я говорю, поэтому поддержите комментариями, если вам интересно, либо вы хотите, чтобы я раскрыл как-то углублено другие вопросы, пишите их в комментах, опять-таки, по поводу моих достижений, еще раз, вот пост, ссылочка есть, Саша ее выложит, заходите и смотрите, если захотите еще более развернутую информацию, где, какой год, какая федерация, где я выступал, я вам тоже скину, и силовые тоже, так что, GymFitInfo Forever, всем здоровья! Да, и не забывайте подписываться на наши аккаунты в Instagram, ссылочки будут тоже в описании под видео, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok